Слава Богу, слава Иисусу Христу, Аллилуйя, доброе утро, кто уже подключился, кто подключается, запуская прямой эфир, слава Богу, слава Иисусу, слава нашему Спасителю, Господу, Искупителю, и ни в коем другом нет спасения, братья, сестры, нет просто-напросто другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, слава Господу. Так вот, дорогие друзья, братья, сестры мои, сегодня помолимся вместе, совершим причастие Евхаристию Хлебопреломления, и вот выделил я из Писания место сегодня, вот для этой утренней молитвы, римлянам 8 глава, 31 стихом написано, если Бог за нас, кто против. Кто же против? Вот. Или как был такой перефраз еще, слышал на проповеди не раз уже от разных проповедников, если Бог за нас, то все равно кто против. Или другой еще был перефраз такой, если Бог за нас, то кто же за них? Вот такие слышал я, да, мысли проповедников на проповедях. Вот сейчас прочтем из Слова Божьего и помолимся, друзья. Аллилуйя. Благоставляю всех вас. Благоставляю во имя Господне. Здесь что-то, трансляция на Фейсбуке что-то остановилась. Вот. Сделаем по-новой прямой эфир. Я делаю трансляцию здесь. Милана. Шалом, шалом, шалом. Приветствую вас. Слава Богу. Иван Левко. Да, драгоценный брат. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Благословенного вам утра. И вам благословенного утра. Вот. Радости, милости Господней. Утром этим обновления. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. 31 стих. 8 глава. Кремлянам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И дальше написано Павлом. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Кто осуждает? Вопрос. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано. За тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего нас. Аллилуйя. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашему. Это завершение восьмой главы. Сегодня читал я с 31 стиха до 39 стиха. Восьмая глава послания к римлянам. Потом перечитайте еще раз и просто проникнитесь этим словом и этим посланием. Любви. Божьей любви. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе, святой. Слава тебе и хвала, Господи. Благодарю тебя, Боже, благодарю, Господь, за это доброе утро, Боже. Милость Твоя обновилась, Господь всемогущая. Она постоянно обновляется. Она непрестанно обновляется. Это милость, Господь, Боже. Но в этот утренний час это так трогательно ощущать, это так трогательно переживать, Господь. И человек Божий, создание Твое, мы люди, Господь, мы действительно лучше ощущаем это по утрам, лучше переживаем это, Господь Божий, эту милость Твою, Господь, эту благодать Твою, слава Тебе, Боже Всемогущий. Благослови, Господь, всех, кто подключился, Ивана, Милану, благослови всех, кто сейчас подключается, братьев, сестер, Господь, кто потом записи будет смотреть, кто на Фейсбуке смотрит, кто на Ютубе, благослови, Господь сегодня, Боже, и вот то место из Писания, что было прочитано, Господь, пусть сегодня оно и как вопрос, и как утверждение прозвучит в нашем духе, в нашем сердце. Если Бог за нас, кто против нас, спасибо Тебе, Господь, если Ты за нас, то действительно все равно, все равно, кто или что против, потому что никакая тварь, никакое творение, то бишь, в этом тварном мире, в этом мире, в котором мы сейчас живем, в временном измерении, физическом этом измерении, физическом этом мире, Боже, который, конечно, он не такой реальный, как твой Божий мир реальный, но он тоже является частью Тебя, частью Твоего творения, Боже, Твоим творением действительно, и потому он действительно тоже реальный. Но Твой Божественный мир, он более реальный, и Слово Твое, оно произошло из Твоего мира в этот мир, из более реального мира в этот мир, который не такой сильно реальный мир на самом-то деле, по сравнению с Твоим. Боже всемогущий и Твой мир божественный, Слово Твое, которое помазанное из Твоего мира пришло в этот мир, оно говорит, если Ты Бог за нас, то кто против нас? Спасибо Тебе, Господь, благослови Господь, Андрея Назаренко, благослови Господь Всевышнему, Аллилуйя, Слава, доброе утро, благословение Господне всем вам, дорогие друзья, и если Бог за нас, все равно, кто против? Или что против? Павел пишет здесь, кто отлучит нас от любви Божьей? Кто отлучит? Или что отлучит нас от любви Божьей? Ничто. Нет такого на земле, вообще на нашей планете, ни в физическом мире, ни в духовном, что могло бы отлучить нас от любви Божьей. И поэтому, действительно, спасибо Тебе, Господь. И Бог во Христе, примирив Собою весь мир, доказал к нам Свою святую любовь, отдав Сына Своего, не пощадил, возлюбив. Спасибо Тебе, Господь. Как Он с этим не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Аллилуйя. Одна сестра недавно написала, буквально позавчера-вчера, тоже писала, что просьба молиться. Я с удовольствием молюсь за людей. Это, ну, такая почетная обязанность такая моя и, в общем-то, право от Бога. Я очень Богу благодарен, что мы молимся действительно верующих друг за друга и таким образом исполняем закон Христов, закон любви. И это прекрасно, когда мы молимся друг за друга. Но я написал также и слово еще ободрение, и для всех вас тоже говорю сегодня его, что Он ходатайствует за нас, Сам Иисус Христос. Он умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Одесную Бога, значит, на почетном месте, на первом месте у Отца Своего Небесного, на почетном месте у Своего Небесного Отца, у Бога, Иисус Христос непрестанно ходатайствует за нас. Ходатайство, Его молитва, первосвященническая молитва. Он однажды и навсегда, при обрелном искуплении вечное, вошел на небеса. И сегодня, скажу так, сегодня у нас есть самый великий молитвенник, самый великий молитвенник. Было время в моем христианстве православном традиционном еще, еще до 96-го года. В 96-м я вышел уже из этой системы религиозной такой, заблуждения такого религиозного, знаете ли. И, ну, до 96-го года я действительно, вот эти годы, будучи традиционным священником православным, я молился разным святым, и я верил больше или меньше, но вот в больше или меньше ходатайство этих святых. Допустим, больше я верил, допустим, в ходатайство, допустим, Сергия Радонежского, Святой Равнопостой Ленины, там, допустим, кого еще у нас там, вот тогда почитаемые, значит, ну, Николай Угодник, там, да, значит, там, Серафим Саровский. Им был такой пантеон, знаете ли, избранных святых, вот, порядка 20-30, вот, которым ежедневные были мои молитвы, и я верил в их особое ходатайство за меня. Ну, конечно, доминантой был для меня Сергий Радонежский, мой небесный тезка, я его считал своим ангелом, хранителем, покровителем, молитвенником за меня, вот. Ну, как тезка, тезку он обязан был вымаливать, я так понимал, вот как бы, ну, и церковь тому учила. Но, знаете ли, в 96-м году просто отрезало все это от меня, Божье Слово, меч обоюдоострый, Слово Божьего отрезало все это от меня. Почему? Потому что пришло четкое осознание, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, один ходатай Нового Завета, первосвященник, великий первосвященник. И поэтому я с того времени знаю, что за меня, у меня есть покровитель Бог, у меня есть великий молитвенник, это сам Иисус Христос, у меня есть утешитель, Дух Святой, который постоянно со мной и который во мне пребывает. Я благодарю Бога Всемогущего, и этого достаточно, это самое великое, что может быть во вселенной всей. Ангелы могут лишь завистью наблюдать за тем, что происходит в роде человеческом сегодня. Аллилуйя! Роман пишет славу Иисусу Христу, шалом, браты и сестры, шалом, пастор Сергий. Шалом, Роман, шалом всем братьям и сестрам, шалом мир Божий. И в этом, Роман, действительно, в этом мой шалом, в этом мой шалом, что я знаю, что Бог мой покров, что Иисус Христос мой ходатай, молитвенник за меня, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ходатайствует за меня. Благодарю Бога Всемогущего, Всесильного моего. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Благодарю за великое утешение в Духе Святом, пребывающем на мне и пребывающем во мне, как верующем человеке. Аллилуйя! Вот, и паки и паки, что называется, снова и снова. Вот это место Писания, прочту сейчас я, 31 глава, стих. 8 глава Кремлина, напоминаю, 31 стих. Вот вопрос, что сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто против нас? Потому что касающийся вас касается зеницы Ока Божьего. Потому как действительно в этом мире земном мы встречаем много препятствий порой, и порой и те, кто в неразумии своем пытается избранных Божьих поколебать, знаете ли, сбить с пути, украсть, убить, погубить. Но тот, кто в нас, верующих, больше того, кто в этом мире. Тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Больше всего, что есть в этом мире. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Благословен ты, Царь наш! Благословен Бог наш! Благодарю тебя, Боже Всемогущий, за истину Твою. Слово Твое есть истина. Боже, как ты сказал в Иоанна 17, 17, в молитве первосвященнической, Слово Твое есть истина. Аминь, аминь. Слово Твое есть истина. Слово Твое есть истина для каждого верующего. Слово Твое есть истина для меня. Это истина, которая живет во мне. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за истину Слова Твоего. Благодарю тебя за это утро. Боже, милости Твоей и благодати Твоей. Аллилуйя! Сегодня благослови и хлебопреломление наше, причастие и в Харистию, Господь. Сегодня благослови нас в этой литургии, Господь Божий утренний. Боже, благословен Ты, Царь наш. Благословен Бог наш, Всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, Утешителю, Дух истины. Ты, который везде пребываешь, И все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава и хвала, Отец наш, Ава, Отче. О, Бог Аврама, Исаака, Якова, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь, слава Тебе, Боже наш, благодарю Тебя, Господь, за это служение сейчас, Божие это собрание, за всех, кто присутствует сейчас в сети, подключился на Фейсбуке, здесь, на Ютубе. Возьмите, налейте себе немного соку, сегодня Евхаристия, причастие, я стараюсь каждый день делать, порой и не раз в день причастие, сегодня буду делать, получается, причастие еще и там, вот еду в часовню сегодня, вот сейчас после утренней молитвы, будет молитва у нас там, на Вересневе 24. И завтра с 9 утра я провожу там молитвенное такое собрание, молитвенную встречу. Приезжайте, если вы в Киеве, приезжайте по субботам. Завтра первая суббота, значит, вот моего служения там, храм, каплица Иосипа, святого Иосипа. Значит, я буду там киевского патриархата и отец Сергий, Фомин, любезно предоставил как раз по субботу мне эту каплицу. Значит, на Вересневе 24. Там собираются верующие уже разные конфессии, разные деноминации. Я буду впервые там проводить служение в этой каплице Иосипа, значит, и это будет с 9 утра каждую субботу до 12. Но, в общем-то, я планирую где-то до часу задерживаться там, потому что молиться за людей, благоставлять. Вот, значит, каждую субботу, вот начиная с завтрашнего дня, молитесь брать об этом, хорошо тоже. И вот сегодня еду, ну, просто перед завтрашним служением, просто помолиться там, пообщаться с людьми, вот, и тоже планирую совершать причастие Евхаристию Божественную. Спасибо тебе, Господь. Вот, и если нет сока, то просто воды даже наливайте. Я иногда делаю причастие, просто воду наливаю, вот, значит, и хлеб. И, ну, самое главное, наше рассуждение, качество нашего рассуждения о теле крови Иисуса Христа. Тело Христа, кровь Христа. Вот это наше размышление постоянное, постоянное. Я дисциплинирую себя, как христианин, погружаюсь в это, как христианин. Я размышляю об этом постоянно, о теле крови Иисуса Христа. Потому что кровью Иисуса Христа я искуплен от суетной жизни, преданной нам от отцов. Я очень Богу благодарен Господу. И если там в Коплыце Иосифа будут тоже верующие разные конфессии, разные динаминации, православные, протестанты, католики, разные приезжают туда люди молиться. И это возле Дарницкого вокзала и рынка, как раз там неподалеку. Партизанская слава еще там чуть дальше, если от Дарницы ехать. На левом берегу здесь в Киеве. И я молюсь об этом служении предстоящем тоже завтра и благодарю Бога за действительно наше единство. Вот сегодня в этом причастии я очень Богу благодарен за то, что действительно Он нас разных таких по догматике нашей, доктрине нашей, по практике богослужебной, внешнему виду, юрисдикции нашей, конфессии нашей, но соединяет нас в любви своей. Каким образом? В чем Его любовь? В чем наша любовь друг к другу христианская? В теле и крови Иисуса Христа. Я знаю, что одной кровью мы искуплены все от суетной жизни. Я знаю, что телом Его ломимом действительно мы спасены. И в этом жизнь моя, в этом жизнь наша, христиан, верующих всех во имя Господня. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарствую тебе, Боже, всемогущий. Благодарствую тебе за дары сии. Боже, благостави, Господь. Благостави, Господь. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святый, за все я благодарю. За все я благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, за все я благодарю. И соверши, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. 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 Аллилуйя. 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 Аллилуйя 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 Слава Тебе, Боже Благодарю Тебя, Господь За кровь Твою святую Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную Спасибо, 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 Господь Спасибо Кровью Иисуса Христа Я спасен Нет сомнений Кровью Иисуса Христа Телом ломимом Его Я исцелен Без сомнения Кровью Иисуса Христа Драгоценной кровью Иисуса Христа Я имею полное спасение, исцеление, искупление, обогащение, благословение всеми благословениями небес Спасибо Тебе, Господь В драгоценной крови Иисуса Христа Сила Божья Сила Божья Животворная В драгоценной крови Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Господь Благословен Ты, Царь наш Благодарю Тебя Боже Всемогущий Благодарю Тебя, Господь, Боже За братьев, сестер, за их молитвы сегодня святые За это Твое присутствие в этом хлебопреломлении причастия Евхаристии, Господь В нашей жизни Божья Вся наша жизнь, наша судьба Как верующего человека Это одна божественная Евхаристия Благодарение, Господь, восхваление, Господь Хлебопреломление, Господь Слава Тебе, таинство тела и крови Иисуса Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Боже Благослови сегодня, Боже, каждого из нас Во имя Иисуса Христа, наших родных и ближних, наши семьи, наши дома Во имя Иисуса, Аллилуйя Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа, аминь, 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 аминь Вот, братья и сестры, сегодня пятница у нас Готовимся к субботе, к шабату И сегодня вечером, в шесть вечера сделаю включение Как раз и моя семья посоединится Вот, и встретим шаббат вместе Вот, но в течение дня сделаю тоже Даст Бог, если получится технически, то скоплычки Трансляцию слава, хвала Господу нашему Спасителю Иисуса Христу, Арман, аллилуйя Аминь, аминь, аминь Благословляю всех вас, дорогие мои Вот, в любви Господь, возлюбленные Любимые дети Божьи, возлюбленные чада Бога Всемогущего, Небесного нашего Отца Благословение Господне всех вам Братья и сестрички, дочечки и сыночки Небесного нашего папочки, нашего любящего Бога Всемогущего, аллилуйя Аллилуйя, благословляю всех вас До встречи и на земле, и в эфире Да, и в эфире вечном Аллилуйя В эфире вечном корабли плывут Тогда поет мой дух Господь тебе